Это Битлайв на Атласе. Меня зовут Влад Фессун, я креативный директор Атлас Уикенд. Теперь это очень модное место, в которое киевляне любят приезжать практически каждые выходные. Давайте погуляем по территории Атлас Уикенд, посмотрим, где у нас что находится. Здесь в 10-м павильоне в последние дни фестиваля, 7 и 8 июля, мы будем проводить музыкальную конференцию. Причем в этом году мы решили сделать ее для тех, кто хотел бы стать музыкантом, звездой. И для этого у нас порядка 10 профессионалов, в том числе зарубежные, в том числе, например, программный директор Гластенберри или шеф сайта Гигвайз, будут рассказывать о том, как устроен шоу-бизнес. А мы с Данилой Хомутовским расскажем о том, как молодые группы попадают на радиоаристократы и становятся знаменитыми, ну, например, такими, как Анука. Идемте дальше. Для тех, кто любит погореть, есть территория Берн. Это пока самое начало фестиваля, но иногда это и конец фестиваля. Если вы устанете, вот пуфики, приятная музыка, и ребята стараются. Специально для Atlas Weekend вот появилась такая инсталляция. Это остановка, которую придумал и спроектировал архитектор Норман Фостер. Наверное, когда-нибудь в Киеве все будут остановки такие вот, удобные, простые. А пока можно представить себе, как вы здесь будете ждать трамвай желаний или автобус мечты. Это очень важная зона, вот позади меня. Она создана для всех, кто пришел на фестиваль тратить деньги. Если у вас вдруг осталось много наличных, а на карточке денег нет, подходите сюда на пополняшки и пополняйте свою любую карту, любой системы деньгами. Желательно украинскими. Других, к сожалению, пока банкоматы не принимают. Хотя фестиваль у нас уже давно интернациональный. Мы с вами сейчас находимся вот здесь. Вот эта вот группа, я ее называю храмы, это сталинский ампир. Красивые здания, их тоже стоит посмотреть. Вот наш любимый 10-й павильон. А вот здесь мы будем идти примерно вот так и дойдем аж до самой главной сцены обязательно. И стейдж напротив, посмотрим. Вся вот эта вот территория, это территория каких-то событий, сцен, экшена и приключений. Мы достаточно трепетно относимся и к отбору тех партнеров, которые находятся у нас на фудкортах и тех, кто ставят бары. Хотим, чтобы это были, в общем-то, какие-то интересные, необычные штуки. Например, вот здесь у вас есть шанс попробовать криогенное мороженое. Это зона всесвои, она существует каждый год на Atlas Weekend. Это очень популярное место, потому что, наверное, здесь все очень качественное, добротное. Здесь крафтовые товары. Здесь то, что люди сами делают, сами шьют, сами изобретают. И сами, конечно же, отвечают за класс, уровень и качество своих брендов. Вот так вблизи выглядит одна из пополняшек. Пополняшки есть и на зоне всесвои, ну или терминалы пополнения карточек, если быть более официальными. Вот их в достаточном количестве. Надеемся, что всем хватит пополнить свою карту и рассчитываться без наличных на территории фестиваля, потому что наличные не принимаются. Это зона для детей, и в этом году ее делает Дитячая планета. Они задействуют профессиональных аниматоров. Можно здесь оставить своих детей. А взрослым, наверное, далеко ходить здесь не надо. Пусть дети сами побесятся, пока вы будете ходить на концерты любимых исполнителей. Разворачивается фудкорт. Он в этом году такой же большой, как и в прошлом, но не единственный. В связи с тем, что людей ожидается больше, и еды должно быть больше. И для этого мы сделали еще один фудкорт. Мы вам тоже его сейчас покажем. Мы выходим с вами на центральную аллею, но кроме этого параллельная аллея в этом году еще будет. Она более зеленая, тихая. Ну и в связи с тем, что она будет не такая людная, она более быстрая. Если вы хотите попасть с северной сцены на главную раньше, чем все остальные, пользуйтесь параллельной аллеей. Она идет вот там. Несмотря на то, что фестиваль это такая активная территория, здесь хочется иногда отдохнуть. Для этого в этом году в огромном яблоневом саду мы делаем сцену, которая называется «Гарден». Она будет работать с 4 дня до 4 утра каждый день. На территории работают профессионалы клиники «Борис». Если вы почувствовали себя не очень или заметили кого-то кому не очень хорошо, пожалуйста, находите вот такие автомобили. Они есть в установленных пунктах. Более того, есть еще медпункт, где всегда окажут помощь. Как известно, Атлас любит сотрудничать с другими фестивалями. Но в этом году на Атлас Уикенд впервые появляются еще и не музыкальные фестивали, а фестиваль «Блог культуры. Видео жара». Мы его реализуем вот здесь. Здесь будет огромная студия, где можно щупать всякие приборчики, на которые блогеры снимают свои видео. А здесь с 2 часов дня будет работать сцена видео «Жары», на которой самые популярные блогеры, у которых миллион подписчиков, 2 миллиона подписчиков есть и такие, будут рассказывать о своих проектах, знакомиться со зрителями, ну и, конечно же, общаться. Вот в этом, собственно, вся идея этого фестиваля всегда и была. Если вы потерялись, на территории есть несколько вот таких вот карт. Можно сориентироваться, сообщить друзьям, где вы. Но можно поступить гораздо проще, закачать в App Store или в Google Play Market приложение, которое так и называется «Атлас Уикенд». Загрузить себе в телефончик и всегда быть в курсе не только того, где вы находитесь, но и кто сейчас где выступает, на кого вы идете, отметить своих любимчиков фаворитами и не пропускать любимые концерты. Я могу сказать, что вот этот «Атлас Уикенд» он стоит на земле, на настоящей земле. Иногда эта земля раскисает из-за погоды, но мы принимаем меры. И вот, пожалуйста, видите, была лужа, а будет мягкая полянка из опилок, все будет сухо и комфортно, так что не переживайте. Те, кто любит ходить в белые обуви, приходят на «Атлас Уикенд» и уходят в обуви примерно одного и того же цвета. Будет экшн-парк, он так и называется «Экспарк». Здесь будут всякие спортивные, даже экстремальные активности, но самая экстремальная активность в этом году это вот эта штука. Это троллей, на котором можно будет прокатиться, прямо над полем возле восточной сцены. Ну, так, я думаю, вы концерты еще не смотрели. Мы продолжаем традицию луна-парка, он здесь всегда есть, это очень трогательное занятие. И в этом году появился мой любимый аттракцион «Автодром». У меня на фестивалях есть личное развлечение, делюсь, предлагаю присоединиться. Покупаете футболку фестиваля и ловите автографы на нее. В позапрошлом году я поймал, наверное, штук 40. В прошлом у меня не было особо времени, я вел главную сцену, и ребята из «Бумбокса» подписали мне щедро год. «Атлас Уикенд» 2018. Все расписались на ней. Но эта футболка ездила год в чужом багажнике и только сегодня вернулась ко мне. Я думаю, у нее есть все шансы стать хоруговью этого года. Постараюсь подписать по максимуму. Ну и у «Бумбокса» тоже опять подпишу, тем более, что в этом году они разогревают «Кемикал Брадерс». Им будет приятно. Призона «Атлас Уикенд» выглядит вот так. Она располагается прямо возле главной сцены. И если вы охотитесь за кем-нибудь из музыкальных больших артистов, они наверняка будут здесь давать пресс-конференции. Так что вот этот шатерчик имейте в виду. Вы любуетесь главной сценой «Атлас Уикенд». В этом году самая большая сцена в стране и стала еще больше. Все вот эти вот черные панельки вообще не черные на самом деле. Они включаются, показывают всевозможные изображения и вместе со звуком создают ту атмосферу, которой, собственно, «Атлас Уикенд» и ставятся. Портал «Бит.ua» читает особая публика, требующая к себе особое отношение. У нас для них тоже кое-что есть. Это вип-зона. С нее отлично видно все, что происходит на большой сцене. Есть свой бар, свои удобства. Так что, если вы особый человек, пожалуйста. В этом году на «Атлас Уикенд» появился еще один фудкорт. Он находится прямо напротив главной сцены. Можно здесь и есть, и слушать. Те, кто приезжают на «Атлас Уикенд» на колясках или имеют какие-то ограниченные возможности по передвижению, будут себя отлично чувствовать вот в таких зонах, где им все видно, все слышно и очень легко добраться благодаря полностью оборудованным маршрутам. Более того, есть специальная команда, которая этим людям поможет попасть на ту сцену, на которую они хотят и послушать тех, кого они хотят. Сейчас мы с вами попадем на одну из самых интересных сцен. Она тайная. Но она немножко тайная, потому что она находится в стороне. А на самом деле в программке все написано. Сзади меня арт-стейдж. Вот в таком, я бы сказал, под заброшенном интерьере можно послушать нетривиальные украинские группы, можно послушать театральных деятелей. Например, здесь будет Лес по-деревянски тоже выступать. Здесь будут происходить выступления путешественников, они будут рассказывать о своих приключениях. В общем, сюда можно приходить пораньше. Цена работает с 3 часов дня. В кемпинге в этом году можно брать в аренду палатку и можно брать все необходимое для ночлега. Можно приезжать со своим. Как вам больше нравится, так и живите. Кемпинг в этом году делают друзья фестиваля. Фестиваль Z Games. Мне кажется, что как раз они знают толк, как делать праздники прямо вот в природе. Тут даже есть своя сцена, видите, есть даже ковры есть для того, чтобы поваляться. Так что тут будет весело. Если вам хочется заехать на фестивальную атмосферу 24 часа в сутки, кемпинг самое оно. Спасибо BeatLife за эту экскурсию по территории Atlas Weekend. Вся команда приглашает вас на наш фестиваль с 3 по 8 июля. Бросайте все, приезжайте сюда, отдыхайте, наслаждайтесь музыкой и получайте впечатление.